Мы стоим в сотне километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с Главрова. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП – сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать, проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ах, понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Ах, тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Внимание, внимание. Ну-ка, ну-ка, а это что? Комитет по восстановлению базы «Ковчег». Всем, кто слышит это сообщение. Всем слушать. Верность присяги. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ну-ка. Квадрат 18-5. Повторяйте. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ага, гадима. Квадрат 18-5. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива. Что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех мыжевших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы. Ну раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой разваления дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Берзю. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Вы сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, и решено. Ха-ха. Тогда Заврору! Заврору! Артем, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперед! Есть! Пойду и вперед! Ничего себе, маршрут. Сколько же нам туда ехать? Ах ты, Леша. Ох, Хатечка. Знал от Амуро стрелу в сердце, а получил от непридор мужика пулы у нот и мах. Ты точно на порядке? Я ведь тебя знаю. Доча. А что рано только украшают мужчину? О, а как ты... После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорываться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, размородим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямонтау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощения, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я... тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Стормозите! Огневой контакт! Четверо, дрезина! Всем в руку! Общий сбор! Артем, ты как, цел? Йо-кар-неба-бай! Один цилиндр окрылся! Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет! Приехали! А, проклятие! Мой блокпост чей-то туманью не заметили. Кто окрыл? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть бам с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артем, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артемом, как усиление? Нет. Пока в ситуации не разбьемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день? Может, больше? Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Новая модель. Походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Я, Леша, в резервы. Пойдем, Артем. Вы там осторожней только. Артем. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них небось страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Ха-ха, ух ты, здорово. Слышал? Проверишь что-то? Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опоры лэп. Для снайпера места лучше и не найти. Идем туда. Артем, далеко не отходи. Слухают жену твою, что делать будешь? Слышишь колокольчик. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...